Время пошло сейчас, Света еще в процессе подключения. Доброе утро. Доброе утро. Итак, про безопасность почитали? Да, спасибо. Я думаю, там основной комментарий мой будет, потому что это все индивидуально. Но в общем и целом, основной комментарий, безопасность практики именно Асан, мы с телом же что-то делаем, да? Начинаем где-то сжимать, где-то растягивать, что-то скручивать, там, вот эти вот наклоны, прогибы. Если появляется дискомфортное ощущение, это раз, раз сигнал, что что-то вот куда-то не туда. Два сигнал, боль. Вот туда мы не лезем. Три сигнал головокружения, ну вот это дискомфортное, это первое, да, дискомфортное ощущение. Значит, мы пока туда не лезем, я на своем примере могу сказать. Когда я занимался у Андрея Владимировича Сидерского, такого известного гуру на все постсоветское и мировое пространство, он из того блока Асан, который мы тогда изучали, это было больше сотни Асан, он, по-моему, мне только на 30% разрешил делать что-то. Ввиду моих ограничений, у меня было, ну там, я про себя не буду рассказывать, но было много травм спины, головы, и мне тоже были дискомфортные болевые ощущения во многих положениях. Мой, например, наклон был вот такой, ну вот такой, я не мог, то есть мобильность из-за боли, из-за того, что ограничено было в движениях, не мог двигаться просто толком. Вот, но потом все выровняло где-то за год, на самом деле. Включили. Вот. Ну там, меньше года. То есть я стал, как все, ну грубо говоря, как здоровый человек заниматься. Вот, ну ладно, это такое. То есть, все время наблюдаем, что происходит с телом, с сознанием. Так как у нас изначальная задача была контроль за деятельностью ума, то есть вся эта, ну, хатха-йога была, вот говорят, хатха-йога – это подготовка к раджа-йоге. Раджа-йога, вот королевская йога, она уже состоит в основном из медитативных практик. И если почитать, ну там, покопаться в этих текстах, которые там насчитывают еще, надхи занимались, ну, описано, что там, ну, тогда понятно, письменности не было, это все такие. Все, особенно в интернете, это там, каждый, что напишет, непонятно, где правда, где выдумка. Но так или иначе, если тексты, которые до нас дошли, полистать, там описано в каком-то тексте 8 асан всего, в каком-то тексте 15 асан хатха-йога Брагибики, по-моему, в каком-то чуть больше, в каком-то чуть меньше, в основном это были сидячие асаны. Вот я сейчас хочу, давайте попробуем различные сидячие асаны, и вы сейчас поймете, для чего хатха-йога. Вот, например, сукхасана. Нет, начнем просто с вас, с вастихасана. Свастихасана, это когда, ну, свастика, да, ноги просто перекрещены. Свастихасана. Вот, потом сукхасана, это когда у нас одна ножка пяточкой в промежность, вторая ножка сверху, и туда спрятана в угроножную мышцу. То есть, скорее всего, уже будут сложности. Ну, на пяточку сесть, свастихасана. Ой, это сукхасана. Потом, есть еще, ну, для женщин, я сейчас, как это называется, точно не смогу сказать, то как-то так, йони асана или что-то такое, мы пяточкой, ну, поджимаем, соответственно, влагалище. Вот так вот сидим. Это тоже, ну, такая, женский вариант. Игося, ой, ё-моё. Вот. Соответственно, тут бедочки должны быть так вот раскрыт, и все, ну, все лежать. Потом у нас есть полупадмасана. А, ну, если что-то пропустил, неважно, это вот все в таком варианте полупадмасана, когда у нас одна стопа лежит на бедре, и полная падмасана, когда две стопы лежат на бедре. То есть это уже, вот они, асана, сидячие для медитации. Соответственно, вот, отлично. И еще есть алмазная поза, это варджирасана. Варджирасана, это когда мы на коленочках сидим. Вот так, варджирасана, пяточки тут. Это тоже все позы для медитации. Но представьте телу здоровому организму сидеть, например, в таких позах, там, часами, какие-то состояния, там, ну, в этих позах и пранаяма делается, и различные медитативные практики. То есть это уже высшие уровни йоги, когда восьмая ступень, если кто-то читал, там, саматки. Саматки выходит, ну, то есть в высшее состояние контроля над умом и так далее. Если вот так долго сидеть, что будет у нас с позвонками, с телом, с суставами, с мышцами? Конечно, это будет все болеть и неприятности начнутся. Поэтому, если взять текст, где 8 асан, там, по-моему, 4 асаны сидящие, остальные восстанавливают позвоночник. Вот такая была штука. Соответственно, почему сейчас все кинулись восстанавливать позвоночник йогой, хатха-йогой? Потому что это достаточно хорошо работает, потому что это для этого, в общем-то, как я думаю, мне так, это мое мнение, как я думаю, мне это для этого не было сделано, чтобы восстанавливать после вот этих длительных медитативных сидящих асан. А сейчас у нас, что эти люди делают? Себя за столом и много-много часов медитируют за компьютером. Трин-дрин-дрин-дрин. Вот. Соответственно, спина такая становится у нас, там, компьютерная шея. Или на диване, да, когда все проваливается, вот как на диване, на кресле тоже вот так все сидят, в кинотеатрах, как тоже все сидят, ну и так далее. Сидят все, вот, поджимая переднюю часть, как правило. И если взять, посмотреть на улице, понаблюдать, как люди ходят, пожилые люди находят, плечики вперед, сутула и взгляд вниз. Если, в взгляд, или шея наклонена, если надо посмотреть вперед, то такое неестественное положение вот такой шеи. Ну, скажем, и все отделы позвоночника работают уже не в штатном режиме. Не как вот кубики, если поставить тут, подруга, они стоят, да, а такое кривенькое все. Там гиперландозы появляются, сперевозы и так далее. Это целый тоже раздел, что там с позвоночником происходит и как это восстанавливать. Это есть раздел йога-терапия, которая достаточно хорошо решает. Дальше, значит, безопасность. Понятно. В йоге дальше, что еще мы используем? Про Шаткарду я вчера сказал, это очищения какие-то телесные. Пранаяма еще есть. Пранаяма. Это различные дыхательные практики. Это очищение на тонком бурне, очищение тонкого тела. Пранаяму мы уже делали. Это Уджайя Пранаяма. Уджайя. Полное йоговское дыхание. Тоже Пранаяма. Мы что-то еще сделаем, но это будет у меня отдельное тоже введение в Пранаяму, чтобы здесь, ну, даже это большой объем очень материала. Сейчас. Комментарий тут уберу. Праваяма. Вот. Дальше у нас есть инструмент, например, мудр. Наверняка видели пальчики всякие разные там, тын-тын-тын, но по-разному соединены. Это, я, честно говоря, на своих занятиях использую буквально несколько мудр и две мудры с телом еще использую. Это у нас, мы вчера это делали, ашвини мудра. Ашвини мудра, это как, это, ашвини, по-моему, это коробка, лошадь. И это вот под поджимание мышц ануса, ашвини мудра мы вчера делали. Поджали, отпустили, поджали, отпустили. Это мудра называется. И випарита карани мудра, випарита карани мудра, ее, наверное, будет сложно сделать новичку. Я вот покажу, как она выглядит технически. Ну, вот такая штука, это випарита карани мудра, это из раздела перевернутых асан. Все перевернутые асаны, они у нас работают в длительном каком-то, ну, когда мы их выполняем в длительный период, от пяти минут, там, минута, минута, две, три, пять и больше. Почему? Потому что у нас, мы же меняем вверх и вниз, да? И вот эти энергии, которые называют прана, которая идет вверх, и опана, которая отвечает за выделение опана, они как бы меняются местами, и там получаются сложные и физиологические процессы, потому что мы же в перевернутом виде находимся. И вроде как это считается омолаживающими действиями, ну, с нашим организмом, перевернутые позы. Вот. И о мудрое, там, мудрое знание, указательный большой палец, каждый палец там что-то обозначает у нас, да? То есть большой палец воля, эго, там, логические, логика какая-то, указательный, там, познание мудрость, средний палец терпения, терпение, там, безымянное здоровье, жизненная энергия, и мизинец творчества. И вот их всякие различные сочетания получаются, какой-то эффект. Но он достаточно тонкий, и его, он наступает, когда выполняешь, там, с периодичностью какое-то длительное время, понятно. А вот такое замыкание, большой палец и указательный, наверняка, если кто-то был на приеме у кинезиологов, у прикладного кинезиолога, то он, наверное, так говорит, или она замкни большой указательный палец, это для усиления сигнала по цепи. Вот, для усиления, то есть они, мудро тоже используют, эти прикладные кинезиологии. Ладно, дальше, глаза, мы сегодня, а сейчас классификация асаны еще, асаны, вот уже показал, перевернутые есть, потом лежачие, различные лежачие положения, потом сидячие, вот мы уже их сидим, да, сейчас, и стоячие, мы уже их делали, они в суде на москарте как раз в основном стоячие присутствуют. То есть у нас четыре этажа получается, четыре варианта. Также у нас есть способ практики какой. Это, мы уже поделали движения, это переходы из одной асаны в другую с дыханием. Это вот так называемые виньясы, виньясы, переходы. И второй способ использования асаны – это статика. Особенно длительная статика, она приводит к психотерическим эффектам и к тем состояниям, которые можно назвать уже, ну, йогическим. Что это значит? Когда мы длительно удерживаем положение тела в пространстве, ну, в каком-то, например, в таком, длительное, или в каком-то другом, у нас что происходит? У нас мышцы начинают уставать. Сначала большие группы мышцы устают. Ой, вернее, сначала маленькие группы, ну, то есть слабые мышцы устают. Держимся на более сильных, потом более сильные устают. И мозг начинает просчитывать, через сколько времени организм, ну, там, погибнет или, ну, все, кончится. И что происходит? Мозг начинает отключать паразитирующие все процессы. Это я очень грубо сейчас, очень грубо. Паразитирующие. Какие у нас паразитирующие и самый иногда затратный процесс? Это мыслеобразование, то есть думание наше. Соответственно, наступает, да, безмолвие, белый шум, благодаря выполнению длительных задержек, длительных статических задержек на басанах. Причем это действует как и на напряженные, ну, то есть когда у нас мышцы работают в сокращенном состоянии, и это также работает, когда у нас вытянутые. То есть тот же сигнал идет. У нас мозг получает сигнал от начала и конца мышцы. Соответственно, она вытянута, он получает, ну, что, напряженка какая-то, да, и сжата. Такой же сигнал получает. И, видимо, йоги это вычислили когда-то давно. И, чтобы много не напрягаться, начали растягиваться еще. Ну, получая тот же эффект. А на самом деле компенсируем напряжение, растяжение и расслабление. И у нас еще три состояния, я говорил. Натяжение, расслабление и вытяжение. Вот. Сегодня начнем сидя, раз про сидя говорили, практическую часть, практическую. В любую козу. Ладошки на колени. Укладываем ладошки на колени. Так, я сижу в видимой зоне. Ладошки на колени. И Почувствуйте сейчас опору. У нас, как я говорил вначале, всегда есть опора, на что мы опираемся. И от чего отталкиваемся. Оттолкнулись от этой опоры. Вот седалищные губырания. И мы помогаем еще себе, сейчас будем помогать, корневым замком. Помните, корневой замок? Мула-банха. То есть, корень. Мы поджимаем мышцы промежности на вдохе. Чуть-чуть. И как бы из этого состояния, туда, по позвоночнику, идем вверх. И макушечка упирается в небо. Это вдох. Очень важно все время осанку нашу сделать привычной, прямой. То есть, чтобы привычка была с прямой спиной. Сидеть, ходить, там, и прочие телодвижения делать. Хорошо. Прямой позвоночник. Теперь ладошки на колени. И тазом прокатываемся вперед. Как бы делая прогиб, чуть-чуть смотрим вверх. Это вдох. Выдох. Откатываемся назад. Бокру показываю. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Вдох. 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 Вдох, выдох и еще вдох, выдох. Перед ладошки захватываем сзади в замочек, соединили лопатки, соединили лопатки и попробовали вывернуть замок и поставить пол. Вот так. Если замок не получается, тогда обе ручки вот так, отдельно. И отталкиваясь с замочком, мы прогибаемся еще больше и вытягиваем переднюю часть, дышим вдох. Переднюю часть вытянули. Выдох, вдох, выдох. Теперь замочек спереди и выталкиваем замок вперед. Скругляем спину, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо. Теперь боковые вытяжения. Правая рука вверх, левый ползем, в сторону ползем, 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 делаем вдох. Возвращаемся, выдох. С другой стороны. Ползем, вдох. Чувствуем вытяжение левого бока, выдох. Правый бок, вдох. Можно локоть поставить. Выдох. Левый бок, вдох. Выдох. И теперь правая рука над головой, вдох. А потом правый локоть к колену. Выдох. И поменяли в наклоне положение. Левая рука вверху, вдох. То есть все в таком медленном движении. Выдох. Левый бок, к колену правому. И поменяли положение. Выдох. И так, другой стороны. Вдох. Весь разогреваем поясничный отдел. Выдох. И еще вдох. И выдох. Остаемся посерединке. Ладошки вытягиваем вперед. И если есть возможность, укладываем живот на стопы. Если есть возможность. А голова идет, и грудная клетка вниз, в пол. Если нет, значит висим. Вот руками помогаем, чтобы не перетянуть просто заднюю часть. Все время в ощущениях, чтобы было комфортно. Хорошо. Поднимаемся. Это мы сейчас использовали движение вперед-назад, вправо-влево. Теперь скрученные варианты. Давайте начинаем от головы. Голова вправо пошла. Потом плечо. Правую руку сзади. Левая рука на колено. А макушка в потолок упирается. Делаем вдох. Вдох. Посерединке выеда. Другую сторону. Тоже голова, плечо. Вдох. Мягко скрутились. Посерединке выеда. Другую сторону. Вдох. Посерединке выеда. Во вторую сторону. Вдох. Вдох. И еще вдох. 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 Вытягиваем ноги. Вытягиваем ноги. И круг. Двигаем столы пальцев ног. Право-лево. Право-лево. Чувствуем, как мышцы биодер относительно костей начинают болтаться. Носочки на себя. От себя. На себя. От себя. На себя. От себя. На себя. От себя. Покрутили. В одну сторону. И в другую сторону. Хорошо. И теперь правое колено согнули. Положили. Вот таким образом. Разогнули. И динамично. Руки могут быть заняты. Если нужно. Это для того, чтобы сидеть прямо. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Вторую ножку. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Хорошо. Еще раз поднимаем ножки. Руки в стороны. И разворачивая полностью ладошки. И как у нас видно, да? Ладони. И Ладони вниз были. Теперь мы их разворачиваем вверх и назад. И смотрим вверх. Мы как грудной отдел прокатываем. Раз. Вдох. И обратно. Выдох. Вверх. Вдох. Посмотри. Вниз. Выдох. Вверх. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вверх. Вниз. Выдох. Хорошо. Теперь только пальчики. Вперед вытащили. И сжимаем. Нажимаем. Жали-важали. Жали-важали. Теперь разжали полностью. Растопылили. И на себя вверх. Вдох. Выдох. Растопылили пальчики. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Покрутили. По одну сторону. Другую сторону. А теперь как будто мы учешем. Скривемся в стекло. Воскреплись. Сжимали. Сжимали. И остались в таком скрюченном положении. На себя. Вдох. Выдох. Как когти твердых. Пальчики скрючены. Скрючены. Согнуты. Согнуты. Ага. Покрутили в одну сторону. И в другую сторону. Встряхнули. Встряхиваем. И плечиками. Предплечики вот так покрутили. В одну сторону. В другую сторону. И теперь на вдохе плечи вверх. Выдох. Бросили. Знаете, да? Вот эти места напрягаются часто. И болят. А мы сейчас будем напряжение снимать. Доп. Бросили. Доп. Выдох. 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 Хорошо. Вот мы сидя по всем суставчикам прошлись. Теперь переходим в дыхание. Полное дыхание. Давайте мы его повторим. Это вчера мы делали первый раз. Ладошку на живот. Давайте на руку. И начинаем ладонь приподнимать. То есть дышать. Вдох. Выдох. Обратно ладонь идет. Вдох. Вперед. Выдох. Назад. Дыхание Уджайи. Уджайи все время использует. Вдох. 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 Двигается. Теперь на ребрышки положили. Справа, слева. Теперь задача нам ребра расталкивать. Вот реберную дугу внизу. Ближе сяду, что ли? Было понятно. Вот реберная дуга. Расширяем вдох. Выдох. Отпускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Теперь одну ладошку на область ключиц, а вторую на животе оставим. И теперь дышим верхней ладоней. Наша задача приподнимать верхнюю ручку. То есть вверх, самая верхняя часть лёгких. Тут у нас выключаются мышцы шеи, и они как бы затягивают верхние рёбра вверх. Видно, как двигается? Хорошо. И теперь мы начинаем вдох с живота. Вдох. Живот. Продолжаем рёбрышками. Рёбра. И заканчиваем ключицами. Выдох. Ключицы. Рёбра. Живот. И самостоятельно подышали. Посмотрели, насколько можно включить полное дыхание. Отпускаем руки. И оно как бы у нас, мы его периодически повторяем. Постепенно, в процессе практики оно встраивается просто в повседневную жизнь. Полное дыхание. Чтобы у нас газообмен, энергообмен был полным. Но тело, мозжи просчитывает, сколько у нас СО2 в траве. И когда нагрузка идёт, мы начинаем дышать. Когда нагрузка маленькая, лёжа, дышим более поверхностно. Это всё мозг регулирует. В пранаяме, это больше не пранаяма, это праная-яяма. Это упражнение для развития дыхательных мышц. Здесь мы просто активируем мышцы, как и любую другую. То есть мы работаем с дыхательными мышцами. Это просто то же упражнение. И когда нам понадобятся в быту, в жизни, эти мышцы, они будут просто рабочими. Хорошо работать. И отрабатывать. И вот, может быть, головокружения могут быть связаны тоже с недостатком того или иного элемента в крови. Например, О2. То есть не успевает поступать. То есть, а более полное дыхание оно будет обеспечивать. У нас есть гипер-вентиляция. Ну, гипо-капния. Гипо-капния. Ой. Ну, короче, у нас есть избыток кислорода в крови. Такие состояния. И недостаток. Это когда много СО2. И вот, когда много СО2, организм начинает искать кислород по телу. И капиллярная сеть начинает увеличиваться. То есть, улучшается работа мозга. Когда у нас не хватает кислорода. Вот гипо-капния называется. Это вот в параноямах этих эффектов достигает. Это, ну, как бы научные данные. Ладно. Глаза. Я сегодня хотел глаза дать. Мы большой комплекс не будем делать, потому что достаточно несколько телодвижений глазами, и уже это будет у нас включение мышц глаз. Мы все наверняка связаны с компьютерами и со всякими гаджетами, да? И глазки наши устают. Видите, как время летит. У меня уже показывает, что 10 минут осталось тут. Вот, глазки у нас устают. Вот я поближе следу. И что мы будем делать? Сначала внимание в глаза мы видим. Внимание в глаза. Первое. Взгляд в горизонт. У нас в норме, в норме. Глаза смотрят в горизонт. Когда мы идем не вниз, а в горизонт. То есть, потому что если мы можем вниз смотреть, у нас будет перерастягиваться задняя часть. Голова должна стоять на позвонках ровненьких. Не завернутых вверх, не завернутых вверх. Не завернутых вверх, не провернутых каких-то. Тем более не опущенных. Кто с сумкой ходит на плече. Вот оно вот такое положение. Это плечо припольнено. Здесь все сокращено. Старайтесь избегать все это. Потому что потом это надо исправлять. Вот. Шея ровненько. Все. Почувствовали шею, глаза. Мы сейчас все это размяли. И теперь мы по линии горизонта начинаем двигаться вправо-влево. Максимально вправо, максимально влево. Наблюдая ощущения, какие появляются новые в глазах, в голове, в теле. Потому что это достаточно мощная работа и с нашими тонкими составляющими. При не только мышцах. То есть через глаза мы получаем основное количество информации. Энергии и теряем так же. Хорошо. Теперь остановились. Почувствовали мышцу рук в глаз. И вверх-вниз начинаем двигаться. Максимальный вверх, максимальный вниз. Хорошо. Теперь по диагонали. Левый угол вверху, правый внизу. По диагонали запустили. И теперь правый угол вверху, левый внизу. Поменяли направление. Остановились. Посмотрели в горизонт. И теперь у нас круговые движения. Если глаза устают, уже от этого поморгали. Поморгали. Пощурились. Отпустили. И по кругу, по часовой стрелке. Кстати, упражнение по часовой стрелке. Ну или против часовой. Можно и так, и так пробовать. Очень хорошо перегружает. Ну, какая-то навязчивая мысль болтается. Там какой-то мыслительный процесс. Покрутили глазами. Оп, сбросили. То есть у нас вот этот вихрь мыслительный. Ну, там новый прицепится, понятно. Но все равно. Хорошо. Двигаем. И в другую сторону. Хорошо. Поморгали. И теперь статику делаем для глаз. Максимально отходим влево. Давайте по пять секунд. Держим влево. Я считаю. Раз. Два. Три. Четыре. Максимально, максимально. Пять. Максимально вправо. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Максимально вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Максимально вверх. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Максимально влево. В левый угол. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. В правый угол. Внизу. 1 2 3 4 5 правую вверху 1 2 3 4 5 и левом внизу 1 2 3 4 5 до состояния горячего и накрываем глаза теплыми ладошками греем сделайте такой домик для глаз чтобы чтобы звук ой цвет не проникал и можно было глаза открыть там расслабить хорошо и пальчики положили на на подушке глаз положите несколько пальцев и мягко на закрытые глаза на глазные яблоки мягенько надавите хорошо отпускаем можно пока с закрытыми глазами посидеть сейчас они восстановятся потом можно приоткрыть то есть у нас глаза это важный орган также глазами нужно заниматься особенно если у нас все время в мелкий текст в мелкие картинки упирается зрение и также есть манипуляции с языком мы их опустим с языком это тоже мудры ну давайте не опустим а сделаем кончик языка на верхнее небо хичари мудро тоже хичари мудро кончик языка и там есть три положения заднее небо среднее и переднее в основном в практике и в быту вот я лично использую просто замыкание легкая она не напряженный язык просто он проснулся наклон наверх как мне сказали стоматологи это нормальное положение языка если оно вот так вот не такое значит ворту что-то не так это вот по данным стоматолог я не знал мне недавно сказали раньше я думал что это йоговская практика замыкание кончика языка на верхнем небе мудро которая замыкает у нас контур внутренний контур в даосских практиках микрокосмическая орбита называется микрокосмическая орбита внутренний контур и мы в быту ну знаете молчание золота все слышали да вот закрыл кончик языка на верхнее небо это энергосберегающий вариант положения существования нашего как только что-то жуем вот эти жвачки всякие еду болтаем энергия уходит и как сказал кто сказал дон хуан в кастанеде читали да и слышали все про дона хуана кастанеду ну хорошо не буду сейчас про них рассказывать но есть такой автор эзотерической литературе это кастанеда карлос кастанеда американец он написал вот столько книг примерно столько книг о своих исследованиях в латинской америке в мексике он там познакомился с одним шаманом и исследовал жизнь шамана и в конце концов стал его учеником так вот кастанеда был обычный городской напряженный такой парень который по любому поводу обижался ему готов был там со всеми ссориться давайте я продолжу после у нас надо перегрузиться перегрузку сделать включилась солнышко смотрит там тоже да у меня в тучках так вот тумане сейчас где там света так ну ладно что ты можешь технические там неполадки вот не кастанеда конце каком-то каком-то из эпизодов не выдержал и вот это чем-то вот этом энергия где ее взять но у своего учителя он спрашивает а учитель на него посмотрю ну на пить во первых нужно учиться и не терять во первых тебя достаточно энергии и вот это замокание вот повторюсь да когда кастанеда в какой-то момент спросил у учителя ты все время говоришь об энергии об энергии об энергии где ее взять вот эту энергию и откуда она берется кастанеда ой дон хуан учитель его ответил что у тебя ее достаточно и так ты ее научись не терять а теряем мы это психоэмоциональное состояние всякая тревога нервозность это более явно да когда понервничаешь все сил нет где мы еще теряем энергию когда неэффективно что-то делаем вот что нас что мы делаем вот у меня вот человеческие нарисованы что мы делаем ну это я просто всякие схем все схемки использую что мы делаем во время тренировки учимся эффективно двигаться эффективно дышать эффективно использовать свой ум я вначале говорил поэтому мы сможем в жизни эффективно использовать свое тело ум там сознание для выполнения задач и у нас будет больше времени для себя и за короткое время мы выполняем больше каких-то повседневных задач и это становится интересным становится интересным все потому что у нас все предметом изучения будет ну или или уже есть не знаю все любое бытовое действие она уже будет рассматриваться как изучение себя это привычка вот этих привычка делания этих асан дыхание мудрый но все что я на данный момент рассказал это все приводит к тому что мы в быту начинаем поступать осознанно мы берем кружку кофе чашку кофе и чувствуем тепло чувствуем запад мы находимся в моменте то есть как говорил мне нравится такой западный британский агент учитель алан вот его книги можно почитать очень полезная вот он говорил медитация у нас фактически это все динамическая медитация то есть все что мы асан дайте делаем это динамическая медитация когда мы находимся в осознанном состоянии в моменте медитация это способ наслаждаться моментом вот он как-то раз сказал способ насладиться моментом вот каждым моментом а моменты джеки вот момент следующий момент следующий момент следующий момент то есть это нахождение в этом моменте и мы в этом в каждом своем следующем моменте вот вернее в этом моменте и за ним еще следующее мы живем у нас так жизнь идет и каждое наше действие может быть в жизни рассмотрено как элемент исследований и нахождение в этом моменте, и тогда наш мозг как реагирует. Каждый раз это как исследование, новизна и так далее. Если нейрофизиологов послушать, это у нас выделяется всегда гормоны определенные. Там дофамин, серотонин и так далее. Различные гормоны, которые отвечают за состояние удовольствия. И по данным научным данным, я сейчас читаю, в очередной раз читаю одну книжку, нейрофизиология счастья, Будда-мозг, если в медитации захотите улыбиться, там по данным ученых начали изучать, я сейчас очень грубо, начали изучать деятельность мозга у монахов медитирующих и те участки мозга, которые отличали, преимущественно отличали за сострадание, за состояние, довольным в таком состоянии, у этих монахов в 700 раз превышали электрическую деятельность, электрическую активность, чем у обычных людей. То есть, медитация способна, и вот просто в йоге мы и медитируем, и еще с телом работаем. Это динамическая медитация фактически. И каждое занятие, ну, у меня, по крайней мере, начинается короткая медитация, заканчивается короткая медитация. То есть, мы нарабатываем этот навык. Ну, цвета была на семинаре, по-моему, да? Знает. Вот. Хорошо. Поехали дальше. Потому что я все время боюсь в теорию залезть, и мы будем целые... До обеда сидеть. Встаем. Встаем. Сегодня мои статические позы, статические варианты выполнения асан. Попробуем. Не динамика, а переход-переход-переход остатика. Небольшая. Мы там по 3 секунды, по 4, по 5, вернее, не секунды, по несколько дыханий. Просто посмотрим, как это действует. Встаем. Всего лишь несколько стоячих сделаем, потом несколько сидячих и несколько лежачих, где будет понимание, как на различных слоях у нас это все работает. Давайте ручки через стороны вверх. Вдох. Соединяем замочек наверху. Выворачиваем замок. И толкнули замок вверх. Толкнули замок в потолок, сделали вдох. Выдох. Отодвинули руки назад, прямые руки назад, а голову вперед. Вдох. Выдох. Копчик вниз. Подтянули копчик вниз. Вдох. Выдох. И на носочки встали еще. Вдох. Вот у нас первый вариант. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Опустили пяточки. Выдох. Хорошо. Второй. Опустились животом на бедра. Захватили замок. Локти захватили. Локтевой захват. Такой локтевой замок. И повесили. Пробуем расслабиться здесь. Животик у нас на бедрах. Сгибаем ноги. Дышим. Вдох. Выдох. Два вдох. Два вдох. Вдох. Три вдох. Вдох. Четыре вдох. Вдох. Поменяли замок на противоположные. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Отлично. Ладошки положили справа слева. Отшагнули. Отшагнули. Первое положение. У нас будут четыре планки. Четыре. По три дыхания. Вдох. То есть халява. Три дыхания всего. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Боковая планка на левой руке. Делали уже. Рука за головой. Дышим. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Опустили правую руку. Поменяли. Левый бок вверх. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Поменяли. Ладошки внизу. Попробовали согнуть локти. И три дыхания сделали. Вдох. Четыре. Семь. Колени могут быть на полу. Вдох. Можно колени на полу положить. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Левли. Левли. Ладошки под плечи. Ребрышки вытянули вперед. Поставили ребра в пол. И лобки назад. Лобки назад. Спина активная. Лобковая косточка в пол упирается. Пальцы в ног тоже в пол упираемся. Дышим. Вдох. Выдох. Два вдох. Вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Ноги подняли. Руки вперед. Все время наблюдаем. Ощущения меняются. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Захватили сзади ножки. Приподняли колени. Ногами потянулись назад. Головой вниз. Сделали выдох. Посмотрели вверх. Вдох. Посмотрели вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Хорошо. Ладошки под плечи. Приподняли собаку головой вниз. И попробовали тут вытянуться. Ладошки полностью. Всеми пальцами на полу. Плечики в сторону идут. На носочки встаем. На носочки вдох. На пятки выдох. Даже если на пятки не встаем, просто пятками тянемся. Вверх. Вдох. Таз вверх пошел. Вниз. Выдох. И вверх. Вдох. Вниз. Выдох. Хорошо. На носочки встали. Вдох. И с прямыми руками таз опускаем слева. Выдох. Таз слева опустили. Вверх. Вдох. Поднялись. На носочек. Таз справа опустили. Выдох. Вверх вдох. Пяточки на место. Выдох. И левую ногу вверх поднимаем. Подняли. Три дыхания. Попробуем подержать. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Шагаем вперед. И приподнимаемся. Поза воина. Но вот в таком положении. Ребро укладываем на бедро. Вот так. Ребро на бедро. И вперед ручки. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Сила. Сила сейчас мышц. Нам нужна. Вдох. Выдох. Отлично. Отшагнули в собаку головой вниз. Правая нога вверх. Три дыхания. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Шагнули вперед. Реброчка на бедро. Потянули вперед. Вдох. Выдох. Два. Вдох. Выдох. Три. Вдох. Выдох. Хорошо. Отшагнули назад. И поставили коленки в пол. Сели. Сели. Подышали полным дыханием. И понаблюдайте, как поменялось ощущение тела. На коленку встаем. На коленку встаем. Пальчики в пол И пробуем Одну ручку И вторую на пятки положить Если такое невозможно Тогда ладошки у нас убираются в крестец В крестец Поза верблюда И начинаем толкать таз вперед Вот эти области Передних бедер Растягиваются И в прогибе дышим вдох Вдох Вадошки на крестец Вдох 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 И теперь вытягиваем Мы таз оставляем над коленями Пальчиками тянемся вперед И голова вниз идет Уходим в прогиб Вдох Вдох Выдох Два Вдох Выдох Три Вдох Выдох Хорошо Встаем Собак В кошку В кошку Правую ногу назад Отводим Вдох 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 Вправо Отводим Вдох Вдох Поджимаем под себя К животу Голова к колену Вдох 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 И колено Выкладываем между ладошек Поза голода Между ладошек Пробуем Колено Видно Колено Спереди Левая нога Сзади И у нас положение Руки справа Слева Посмотрели Через межбровью Вдох И опустились Животом На Ножки Выдох Хорошо Поднимаемся Правая рука Внизу На полу Ножку сгибаем И левой рукой Пробуем достать До До кончика Пальца И пяточку Двигаем Видно Не видно Пяточкой Двигаемся Вот Таком Угу Хорошо Отпустили Стали Опять Отсюда В кошку Кошки Прогибли Выдох Вдох Выдох Выдох Левая нога Назад Вдох Выдох Левая нога В сторону Вдох Выдох Голова В колено Вдох В колено Говорит Выдох И положили Колено Перед собой Попробуем Попробуем Коснуться Бедрами Пола Если не касаются Руками Удерживаем Положение Переднюю часть Потянули Вдох Посмотрели Опустили Опустились Расслабились Выдох Тут Делали Вдох Выдох Хорошо Левая рука Внизу Правая Сзади Натянули Четырехглавая мышца У нас тут тянется Правого бедра Хорошо Отлично Отпускаем И Пробуем Ножку Правую Вперед Вынести И Это может быть Сложный вариант Во Муха Асана То есть Два колена У нас Соединены Вот так А Пяточки Справа Слева Стопы Справа Слева Таз Ром Это получилось Прекрасно Сейчас Простой вариант Макушка Вверх Вдох Живот На бедро Выдох И Повисели В наклоне Повисели Повисели Если висит тело Или Легли На бедро Легли Хорошо Приподнимаемся У нас Это положение Растягивает То что Если сидим Много То Что там У нас Ягодицы Ягодицы Давайте Перешли На крестец На копчек И поменяли Ножки Раз Два То есть Мы высвобождаем Там Седалищный Нерв Растягиваем Эту структуру На которой Сидим Которые Затекают Постоянно Сели Пальчики Справа Слева Вдох Вверх Макушкой И попробуем Также Лечь Понаблюдать Как В тазобедренных Суставах Меняется Ощущение Хорошо Приподнимаемся Ноги Вытягиваем Ложимся Ложимся На спинку И ножки Вытягиваем Вверх И руки Вверх И начинаем Все это Стряхивать Все Стряхивать Кисти И стопы Трясем 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 Стряхиваем И теперь Укладываем Ладошки За Тазом И пробуем Ножки Опустить Это поза Клуга Или Халасана Пробуем Ножки Опустить Вот мы сейчас Перевернутую позу Пробуем На За голову Если это не получается Тогда руками удерживаем Положение И ножки Висят И Ставим За головой Если поставили Можно Руки За голову Тоже Вывести Вывести Пробуем Потому что Тут достаточно Хорошая гибкость Нужна Куда Войти Или пропускаем То есть Это вариант Перевернутой Асаны Если есть На что Поставить Ножки Можно Пододвинуться К стене И ноги На стену Поставить Тоже вариант На стул На стену У нас Нет задачи У меня нет задачи Отстройки Асан Потому что Онлайн Это Наверное Крайне Сложно Отстроить Каждую Асан Мы Пробуем Варианты Тренировочные Алгоритмы Пробуем Разные На себе Хорошо Мягенько Возвращаемся Мягко Возвращаемся Ставим Стоку Возле Таза Руки В стороны Нет Давайте Руки За головой В замочек Коленки Вместе Поджали Колени К животу И подвигали Коленями И стопами В разные стороны Так Чтобы у нас Крестец Вкручивался Как бы Такие Раскручивающие Движения Вкручивался В пол Мы Восвобождаем Крестцово Поясничное Это все Сочленение Крестца Поясницы Там очень много Сухожилий Давайте все это Расслабить А вот теперь Руки в стороны И потянули С коленями К правому Локту Колени К правому Локоть Смотрим Влево Подняли Вдох К левому Локту Выдох Подняли Вдох Правый Локоть Выдох Вдох Подняли Левый Локоть Выдох Смотрим В противоположную В сторону Выдох И правый Локоть Вдох Выдох И левый Вдох Выдох Хорошо Выкинули Ножки Захватили Свои Ягодицы Приподнялись На локтях На локтях Приподнялись Выкинули Поясничку Локтями Отталкиваемся Поясничку Вытягиваем Смотрим На стопы Стопы Ширина Таза Пальцы Ног Сторон Разъезжаются Укладываем Поясницу Друдной Отдел Выкинули Лопатки Выкинули И все Уложили Вол Ладошки Смотрят Вверх И короткую Шавас Делаем Шавас Делаем Такое Упражнение Найдите Стенку Живота Стенку Живота Найдите Ощущение Как она Двигается Вот Движение То есть Внимание Удерживаем На стенке Живота И на движении Стенки Живота Это Наш Будет Я На что Мы возвращаемся Куда Наше Внимание Мы будем Возвращать И Наблюдаем Как Двигается Стенка Живота И Второе Над чем Наблюдаем Это Над Отвлечениями То есть Если В какой-то Момент Времени Вы Осознаете Что Вы уже Не Наблюдаете Стенку Живота Одумаете Или Что-то Слушаете Или Где-то Там Тело Чешется То есть Отвлечение Произошло Вы его Заметили Осознали Вернулись К стенке Живота И Для Того Чтобы У нас Ум Был Занят Считаем Дыхание От Десяти Вдох Выдох Десять Вдох Выдох Девять И так Далее До Одного От Десяти До Одного Если Сбились Или Произошло Отвлечение Возвращаемся Заново Считать Десять Девять Восемь Семь Можно Вспомнить Про Кончик Языка На Верхний Нелб Прислоняем Прислоняем Все Время Возвращаемся В стенки Живота И теперь Делаем Очередной Глубокий Вдох Живот Ребра Включиться Длинный Выдох Вдох И так Еще Пару Дыханий Хорошо И потом Пальчиками Пошевели На руках На ногах Поджали Коленки И Перекатились На бок Сели Сегодня У нас Все Спасибо Большое Очень Здорово Спасибо Было Круто Все Хорошего Утро Вам И дня И до Тебе До Завтра Пока Завтра До Завтра Пока Ну Хорошего дня Пока Пока Семь А Тебя А Продолжение следует...